Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Вы когда утром встаете, вы что делаете? Бежите сразу к подоконникам и смотрите, как там маленькие растишки поживают, да? И, конечно, глаза радуются, сердце поет, а печень говорит, ты что это насеяла? Ты мне салат, шпинат? Мне это зачем? Я это не ем. Да все я тебе печень уже насеяла. В теплице уже. И салат, и шпинат, и редиска. Но сегодня речь пойдет не о них. Конечно, любое сердце будет радоваться, особенно те, кто любит всю эту зеленую жизнь, да? Знаете, как меня дети называют? Мать всего зеленого. И, конечно же, нам не просто приятно это. Из маленьких каких-то штучек, когда мы снимали чешуйки, слили, помните, да? А потом укладывали их и вот высаживали. Вот сейчас речь пойдет о том, что из чешуек уже получилось. Ну вот посмотрите, что из этого получилось. Посмотрите, какие чудесные крепенькие растения. Ну, надо сказать, что после того, как чешуйки были высажены в горшки, они сразу уехали на холодный балкон. А он у меня правда холодный. Первый этаж, и он стоит на земле. И там он очень высокий, трудно нагреть вообще воздух. Ну, я понимаю, что торопиться с чешуйками нам вообще некуда. Они будут расти у нас один сезон в горшках. И мы осенью, а лучше сразу, как привезете на дачу, закопайтесь на таком уровне в землю. И оставьте их до следующего сезона, желательно бы до осени. Тогда полный горшок будет вот таких уже луковичек. И можем спокойно в августе рассадить их туда, куда нам требуется. Тем более, что в каждом из этих горшков будет не менее 30, а может и побольше, луковичек. Они будут здоровые, потому что горшок лишней влаги не надо, так же, как и взрослым лилиям. Подкормки все те же самые, что и взрослым лилиям. Три раза за лето пролить как следует и накормить как следует. Учитывая, что у горшка есть дренажное отверстие, лишняя влага уйдет в почву. Зато, учитывая, что у горшка есть стенки, лишняя влага вот отсюда, с боков, мы же в почву закопаем, не придет. Значит, наши лилии будут здоровы, потому что у лилии основные заболевания развиваются именно из-за переувлажнения. Поливая цветы, должны помнить, что шланг туда, где лилии растут, не надо. Три раза за лето очень обильно поливаем и очень обильно кормим. Кормить можно любыми удобрениями органическими, настоями трав, но не забывайте, что калий и фосфор 1 и 15 августа нужно дать обязательно, иначе цветение будет ослаблено. Кроме того, что я хочу похвастаться своими горшочками, не все, конечно, так выглядят, потому что они были посажены по мере их сроков цветения. То есть любая чешуйка лилии несет полный генетический код своей мамы, своей луковицы, своего сорта. И, естественно, одна сразу начинает образовывать луковички, вторая через неделю, третья через две, и они так и были высажены. Поэтому это те, которые раннецветущие, причем в каждом горшке два сорта, они у меня просто не входили. Их должно быть было 36, но их, к счастью, всего 18, но по два сорта. Как я их буду рассаживать один, бог знает, но я это сделаю, у меня все получится. И я хочу, чтобы сегодня вы увидели на моем холодном балконе, как растут лилии взрослые, и в каких условиях существуют они уже несколько месяцев, как они выглядят, и почему нужно делать так, как я говорю. А потому что мои лилии здоровы и готовятся уже к цветению. Следующая программа будет, скорее всего, черенкование лилии. Ну, то есть цветочная программа. У нас их будет много. Там будет и посадка, и лука, и чеснока, и ярового, и все это вот так. И посевы. Но эти растения мы будем патронировать, и через программу две я буду показывать их обязательно. Я хочу, чтобы у вас был Евсиманский сад, чтобы вся дача была в этих чудесных виде. Ну, а на этом все. Сегодня сюжет короткий. Всего доброго и до свидания.